Только два тарифа. 50 мегабит за 300, 100 за 400 рублей. Интера. Пушистый снаружи, опасный внутри. Борщевик Сосновского уже давно держит страхи уральцев. И если на своих участках порядочные хозяева истребляют его вместе с другими сорняками, то, например, вдоль загородных дорог этому растению вполне комфортно. Вот этого двухметрового красавца мы и нашли недалеко от въезда в город. И хотя с виду с растением кажется симпатичным, подходить к нему не стоит, потому что оно настоящий яд для человека. Пыльца соцветия борщевика при попадании в глаза может вызвать аллергию и даже привести к слепоте. Не менее опасен и сок растения, который, попав на кожу, под воздействием солнечного света вызывают сильные ожоги. Растение специально было завезено во многие регионы России в качестве питательного корма для скота в середине прошлого века. Вопрос безопасности во внимание не взяли. А главное, что истребить борщевик крайне сложно. Борщевик Сосновского – это великолепный показатель того, что побед над природой не бывает. Он выживает в любых условиях, он подавляет всех конкурентов, размножается молниеносно, он очень вынослив, он быстро истощает почву, кстати говоря. Он молниеносно распространяется. Это такая, можно сказать, зеленая чума. Бороться с зеленой чумой нужно аккуратно, чтобы ненароком не получить ожог. Специалисты дорожной компании к опасному растению подходят только в спецовках и перчатках. Нам сказали, что нужно скашивать все борщевики. Судя по всему, он оставляет ожоги на коже и довольно сильные. Но у нас, мы когда косим, у нас такого не было. Как заверили в администрации Перо-Уральска, на территории города ситуация с борщевиком не критична. Однако местные специалисты уже собрали и передали в Минсельхоз данные о территориях, где встречается это растение. Ведомство, мол, намерено избавлять регион от коварного сорняка. Правда, когда – непонятно. Поэтому лучше запомнить простые правила безопасности, не допускать попадания сока борщевика на кожу, а если он все же попал, тщательно промыть поврежденный участок водой и исключить на пару дней попадание прямых солнечных лучей. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.